А всем привет с канала Брим Тим и сегодня мы на реке Большой Черемшан и у нас сегодня такое разговорно практическое видео по такой теме как спомп обсудим по-быстрому нужен ли он в фидерной ловле так как карповой ловли мы пока не касаемся там эта вещь в принципе необходимая а вот фидерная ловля это уже интереснее как мы знаем кормушками мы уже закидываем достаточно корма особенно если они открытого типа на место нашей ловли но вот сейчас у нас тут и ветер и сильное течение и поэтому прикорм легкой фракции пушистый мелкий его может смывать от нашего кормового места если взять закорм уже просто намешанную кашу с пелицем и тяжелой фракции дробленая кукуруза горох это уже упадет и создаст своего рода кормовое пятно именно в той точке в которую мы положим спомп существует огромное множество сподовых удилищ в том числе и карповых но для фидерной ловли вполне сгодится обычный крокодил всем известный удилка в тесте 100-250 которая вроде как и мягкая параболик но тем не менее чуйка у него никакая чтобы закидывать мы будем использовать катушку кобра обычную пластиковую и шнур 0.3 миллиметра может быть даже 0.32-35 почему его во первых леску использовать можно но леска может отстрелить если сильно перегрузить и не успеете убрать палец 0.3 шнур вроде как держит довольно таки хорошо но сейчас вот мы будем закидывать мы увидим что у меня его на весь диаметр шпули не хватает и в качестве бэкинга у меня используется 22 либо 25 леска это уже ничего страшного потому что когда мы кидаем нагрузка пойдет на шнур и шнур все это спокойно выдержит леску уже будет амортизировать конечный удар так скажем так что если основной использовать не шнур то леску желательно от 0.40 до 0.7 просто можно и даже 1 и и 1 и 2 как на сама идет но просто чтобы не было проблем через пропуск в кольцах так мы с помп привязываем к карабину через удавку через обычный рыболовный узел делаем обороты 3-4 на 0.3 шнуре этих оборотов вполне хватит сделали даже не обрезаем конец потом мы его обрежем в конце рыбалки кто не знает маленькая теория в минутку что из себя представляется бомб это устройство в виде авиационной бомбы как правило ее еще то есть зовут в народе как бомба у которой внутри элементарный пружинный механизм и при нажатии на кнопку она открывается и вываливает большое количество корма тоже происходит при ударе об воду так постностям сказал чем мы будем сегодня кормить закармливать мы будем это огромная перемешанная масса дробленая кукуруза дробленый горох миненко слива миненко пелец слива то есть для ароматики по большей части но самое главное что здесь крупная фракция просто-напросто это все тяжелое не умоется течением и останется на том месте куда мы кидаем наши фидера для того чтобы показать как мы сейчас будем это заполнять и закидывать наверное стоит лучше сделать вот так вот чтобы было видно получше то есть мы открываем зачерпываем нам сколько нужно главное не заклеить вот этот механизм чтобы она открылась да ладно заполнили мы его значит все он у нас подвешен на шнуре сейчас мы отойдем и закинем примерно в наше место скажу то что лучше всего закидывать имея напалечник сейчас у меня его нет но я думаю что я успею вовремя откинуть палец а карповики знают что происходит когда это не успеваешь делать особенно если работаешь на леске леска просто-напросто перерезает палец и бывали случаи когда пальцы отрывало при тяжелом весе все таки хочу показать как удилище прогнулось хоть это и не сказать что прям созданный параболик но видим явную параболу значит мы отходим делаем либо профессиональный карповый заброс либо как умеем как мы сейчас увидим я закинул вымотала как я говорил до бэкинга и теперь начинаем просто сматывать мы вымотали наш фон и мы вымотали наш фон видим что он там вот ударом раскрылся и из него все высыпалось то есть точка у нас сейчас закормленная сейчас я немножко перемещу объектив чтобы показать вам именно если получится показать момент именно удара об воду так и сейчас мы закинем вперед просто если получится показать там потом увеличить на видео сам момент падения бомбы и как больше всего рекомендуют конечно закидывать его это чтобы от последнего кольца было хотя бы полметра-метра для придания большей баллистике большего полета опять это все исключительно физика в геометрии надеюсь было видно сейчас посмотрю если было видно то хорошо если нет попробую переснять а в процент вот это Вот сейчас, кстати, было показано на видео здорово, каким образом совершился удар об воду, и сейчас мы даже видим, как спомп выматывается, то есть то, что он открытый, и что за кромп сразу вывалился. Думаю, на этом наш такой ознакомительный ликбез по тематике, с бомбой можно считать оконченным. Мы рассмотрели, из чего он состоит, для тех, кто не знает, по поводу пользоваться или нет, сугубо мнение каждого человека. Мы им пользуемся с сезона девятнадцатого года, две штуки оборвано было, один-один у нас. Но что скажу, иногда прям бесполезная вещь, только кидаешь, эффекта никакого. Но, когда, допустим, рыба стоит далеко, и ты просто не докидываешь до туда, ты создаешь кормовой пятак, особенно заливая миласой, пшикает дипами какими-то, делая вонючее пятно, туда приплывают разведчики сначала, а после вся основная стая. То есть, это закорм, именно чтобы привлечь основную массу. И в фидерной тематике это такое же не лишнее, как и в карповой. На этом видеоролик наш подошел к концу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео, задавайте вопросы и так далее. А так, следите за нами, у нас будет очень много репортажей еще с открытой воды по фидеру, по спиннингу и по всему прочему. Пока!